Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. С вами снова я, Иван Галкин, на канале Строю Дом. И сегодня я хотел поговорить с вами об инсоляции или об облучении солнечным светом нашего дома. У нас дом, напоминаю, для тех, кто на канале первый раз построен по проекту Z24, построен из газобетона и облицован газобетоном. Фундаментом является утепленная шведская плита и вальмовая крыша сделана. Так вот, сегодня еще раз повторяю, я хочу вам рассказать о том, как получилось именно расположить дом по сторонам света и что нам дает солнечный свет или инсоляция. То есть какие плюсы, какие минусы есть именно у такого строения. На самом деле я вам уже рассказывал в одном из предыдущих роликов о том, что дом у нас по оригинальному проекту должен был стоять совершенно по-другому. То есть мне его пришлось развернуть. Это было связано с тем, что дом привязывался непосредственно к участку, к сторонам света, к тому, какие красные линии существуют на участке и так далее и тому подобное. Так вот, мои соседи задавали мне вопрос, Иван, у тебя такое большое остекление именно гостиной и кухни-гостиной, я вам уже тоже показывал в предыдущих роликах об этом. Летом, наверное, будет жарко. Так вот, об зимней эксплуатации я вам уже рассказывал, то есть насколько хорошо солнышко греет эту комнату и дает ей пару градусов тепла, если солнечный день. Вот, а об эксплуатации летом я вам еще ничего не говорил и сегодня вот как раз мы говорим именно об этом. Погнали! Так вот, с чего хотелось бы начать? Начать с того, что одноэтажный дом, имеющий пальмовую крышу и свеса со всех сторон, имеет явное преимущество по сравнению с домами двухэтажными, например, или домами со скатной кровлей, двухскатной кровлей. Почему именно такое преимущество появляется? Потому что с каждой стороны над домом нависает кровля, есть какой-то свес. И при правильном расположении дома, даже при панорамном каком-то остеклении, дом не будет перегреваться, то есть не будет попадать солнечный свет внутрь дома и не будет, ну, то есть перегрева помещения. Так вот, именно в моем случае помогло мне решить этот вопрос и правильно расположить дом по сторонам света именно и конструктив моего дома. То есть получается, что одноэтажный дом, небольшая высота стены, она всего 3,5 метров над уровнем Земли и свес от 50 до 70 сантиметров в зависимости от того, с какой стороны дома мы находимся. И вот сегодня у нас практически уже середина лета, если так можно сказать, именно астрономическая середина лета. По той причине, что у нас приближается 22 июня, это день летнего солнцестояния, когда дни самые длинные, солнце поднимается в северном полушарии выше всего и получается оно очень близко к зениту. И тем самым угол атаки солнца на кровлю, он уже такой достаточно безопасный для дома. Так вот, давайте я вам сейчас пройдемся, я вам покажу, как складывается освещенность дома. Вот практически время обед, 12 часов и я покажу, сколько света попадает вот прямых солнечных лучей внутрь помещения. Погнали! Так вот, друзья, смотрите, по солнечному свету, который попадает, то есть сейчас полудень у нас и только на подоконниках и чуть-чуть совсем внизу, вот смотрите, у нас вот такое вот небольшое количество света. Все остальное у нас закрывается козырьком, который вот у нас на улице непосредственно здесь представлен. И в помещении вполне прохладно, то есть нет никаких проблем с температурным режимом. То есть на улице сегодня 30 градусов и чтобы не быть голословным, я вам показываю вот датчик температуры этого помещения и температура составляет 21,3 градуса. Для сравнения, в других комнатах на северной, западной и восточной стороне температура почти такая же, то есть она составляет 20 градусов. Вот так, то есть грамотное расположение свесов позволяет мне получить именно темные стены. То есть вот смотрим южная сторона и свес у нас полностью перекрывает и солнце не попадает, вовсе не попадает на стены дома, ну по крайней мере здесь. На этой стороне с весом на данный момент скрыто до половины остекления, видите? То есть и угол такой, что уже не попадает солнце внутрь помещения, что позволяет нам защититься от солнечного света, от солнечной радиации. Поэтому с точки зрения солнца дом очень грамотно выполнен. Ну и получается все остальные окна тоже, видите, в тени. То есть южная сторона совсем чуть-чуть сейчас освещается и все. Ну вот, ребята, вот так, то есть вот они явные преимущества одноэтажного дома с вальмовой крышей. Еще раз повторяю, это грамотное распределение солнечного света в зимний и летний период. То есть в качестве резюме, то есть получается, что зимой у нас солнышко догревает, потому что оно поднимается невысоко и попадает практически все полностью в помещение. И как только возникает весна и лето, то солнце поднимается выше и получается, что дом защищается от солнца при помощи крыши, при помощи свеса в крыше. Вот, и не перегревается тем самым. Достаточно инерционный дом. И, допустим, вот у нас была пятидневка, когда стояла жара, конечно, дом нагревался, но очень медленно. То есть несколько дней в нем было прохладно без кондиционера. Ну вот так, друзья. Если вам было это видео полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok